Опять же, это очень укладывается в логику, так сказать, революционного изменения элит. Что такое революция? Чем революция отвечает от эволюции? То, что резко меняются люди. Если когда происходит эволюция, люди, ну, как я сказал, приходят, заканчивают университет, начинают работать 25 лет, постепенно поднимаются по служебной линии, и лет через 40 они достигают верхушки пирамиды. То тут люди меняются быстро. И в любой революции у революционеров есть такое наменение победить всех. Это иногда получается, иногда нет, но, в общем, это довольно логично. И представить себе, что, я не знаю, после Великой Октябрьской революции Ленин пришел в власти, а какого-нибудь царя оставил там работать где-нибудь в каком-то министерстве, сложно. Представьте себе, что позже французской революции Ромес-Пьер с Баратом пришли к власти, а Людовика оставили где-нибудь там, в какой-нибудь губернии командовать, тоже сложно, да? В то время это делать более брутально, людей просто убивали, а сейчас их из политики выгоняют. И тут, давайте смотреть, это классика все идет, просто классический. Исполнительная власть, местная власть, законодательная власть, судебная власть. То есть, либо должны договориться каким-то образом, и люди из старой власти должны, так сказать, поклониться и подчиниться власти. Но в случае с Беспондентом Бассановым это явным образом не получилось, по некоторым причинам. А либо их надо поменять. И вот, ну, дошли до судебной власти. То есть, тот процесс, который идет сейчас, я не говорю, что он хороший или плохо, я говорю, что это, ну, довольно понятно, что происходит, да? То есть, новые власти, они не хотят терпеть, а судебная власть, это же одна из трех ветвей. Четырех. Если неформально говори, да, четвертая власть, это пресса. До вас тоже дело дойдет. Это, ну, что следующее, это тоже логично довольно-таки. Просто сложнее будет, да, пресса не объединена в каком-нибудь одном лице. Соответственно, законодательная, исполнительная законодательная власть, судебная власть. Эту позицию тоже, повторюсь, если ты меняешь элиту, то ее, ну, надо взять. А степень неуклюжести, с которым это делается, ну, это уже от профессионализма непрофессионализма. Как он меняет Канбан, а?